Добрый вечер, братья! Пришло нам время обсудить очередное домашнее задание. Наш сегодняшний урок посвящен имперфекту. Как всегда, напоминаю, что вы имеете право смотреть данное видео только после того, как самостоятельно поработали с домашним заданием и сделали максимум того, на что вы способны. И теперь, чтобы проверить себя, ну и еще иметь один повод поразмышлять об особенностях греческого языка и греческой грамматики, можете посмотреть данное видео. Итак, давайте по порядку с первого предложения. Экинос де элеген периту нау ту сомоту сауту. В данном случае у нас имперфект элеген. От глагола лего, видите, корень лег, приращение, окончание н, у этого глагола вообще нет никаких особенностей, он легко узнаваем. Тот же говорил о храме тела своего. Это из Евангелия Атаана, когда Иисус предлагал разрушить храм, сей, я в три дня воздвигну его, помните, ту полемику после очищения храма. Здесь можно понять и имперфекты таким образом, что какое-то время длился разговор, но, скорее всего, элеген, имперфект, здесь практически аналог просто слова сказал, но использован в данном тексте, потому что имперфект имеет такое значение выведения повествования на передний план. И значимость этой фразы для текста, помимо всего прочего, подчеркивается еще и тем, что в ней употреблен имперфект. Ну и вообще, для Евангелия Атаана это чрезвычайно значимая фраза, чтобы понять ее значимость, нужно пару слов сказать о словосочетании науту стоматос ауту. Где-то мы уже с ним встречались, но я еще раз повторю, родительный падеж слова стоматос указывает на то, что между храмом и телом есть какая-то связь. В общем-то, такова функция родительного падежа в греческом языке, указывает на то, что между понятиями существует связь. И в данном случае связь, скорее всего, может быть истолкована следующим образом. Храм является телом. Это подразумевается. Он говорил о храме, то есть о теле своем. То есть храм Иисуса является телом. И если это действительно так, то это очень хорошо укладывается в общую схему Евангелия от Иоанна, когда Иоанн последовательно показывает, как Иисус с собой заменяет многие ключевые израильские реалии, будь то храм, будь то праздники, будь то субботу, будь то виноградную лозу со всеми важными ветхозаветными ассоциациями и так далее. Поэтому фраза действительно важна для развития мысли в Евангелии от Иоанна. И еще и за счет имперфекта, ну, такого длительного времени как-то выведена на передний план. Еще одна деталь, касающаяся данного стиха, местоимение Экейнус, дальное указательное местоимение, здесь фактически служит аналогом просто личного местоимения. Тот, ну, в смысле Он, в смысле Иисус говорил о... Ну, и в каком-то литературном переводе может быть переведена как Он. Это достаточно типично для указательных мыслимений. Так что Он же говорил о храме, ну, там, то есть о теле своем, или как-то так. Ну, или мы, конечно, можем оставить в переводе, наверное, в учебном переводе точно должны оставить в храме тело своего, но потом, как толкователе, задаться вопросом о взаимосвязи. Второе предложение. Кай пас хо охлос эхэто прос аутон, кай эдидаскен аутус. В данном случае у нас имперфекты это, во-первых, эхэто, во-вторых, эдидаскен. Эхэто это имперфект от глагола эхамай. Это является результатом удлинения эпсилон. Ну, и вместо первичного окончания вторичное. Так что эхамай превращается в данном случае в эхэто. А второй глагол в имперфекте это имперфект от дидаско. Здесь все хорошо видно, просто эпсилон добавилось в начале, ну, и соответствующее окончание. И все, вся толпа приходила к нему и он учил их. Ну, толпа, все множество народа приходило к нему и он учил их. Здесь подразумевается, что это продолжалось какое-то время, то есть люди периодически приходили к Иисусу, он в течение какого-то долгого времени их учил. И для вот такой длительности, продолженности имперфект, конечно же, чрезвычайно уместен. Третье предложение. ЭКУОН ДЕТ ХАОТА ПАНТА ХОЙ ПРИСАЙОЙ. В данном случае ЭКУОН имперфект от АКУО, и Альфа и Эпсилон длиняются в эту. В данном случае Альфа удлинилось, у нас есть глагол АКУО, но нет глагола ЭКУО. Так что вот, если вы вдруг засомневались, что тут куда могло удлиниться, попробуйте тот и другой вариант, и посмотрите, какой вообще из глаголов существует. Так что Альфа удлинилось в эту, вторичное окончание добавилось, больше никаких особенностей нет. Слышали же это все фарисеи. Таута, Панта, множественное число среднего рода, но мы уже несколько раз с этим сталкивались. Слушали же эти все слова, вещи, рассуждения, фарисеи. То есть, если бы я сохранил множественное число в переводе, то понадобилось бы еще какое-то слово, иначе бы текст звучал неестественно. Но в русском единственное число среднего рода хорошо служит для обобщения, поэтому и такой вариант вполне возможен. Поэтому так что слушали и слышали же это все фарисеи. И опять-таки, чем интересен имперфект, не просто фарисеи услышали, то есть вот не знали, не знали, раз и услышали о чем-то, а имперфект подчеркивает, что вот эта информация постоянно доходила до фарисеев, ну и это во многом определяло потом их поведение. Четвертый. У нас здесь эсан, имперфект от глагола ими, ну фактически просто прошедшее время глагола быть, третье множественное, они были, и у нас здесь имперфект от акалутео. Альфа удлинилась в эту, и это эпсилон-слитный глагол, а калутео. Поэтому здесь эпсилон ссылается с омикрон, и дало дифтонг у. Ну, это также понимаем, что это третье множественное. Ибо они были многочисленными, и следовали за ним. Ну, напоминаю, что акалутео следовать за. То есть, вот, никакого предлога за в греческом тексте не требуется после этого глагола, а в русском языке как раз акалутео следует, соответствует сочетанию глагола с предлогом. Следовать за кем-то. Ну, они были многочисленные, конечно, немного коряло звучит, поэтому можно чуть-чуть сгладить перевод, ибо их было много, и они следовали за ним. Пятое. Эгапа де хоисус тен мартан кайтен аделфе ауте кайтон лазером. Эгапа. Агапао. Глагол корень Агапа. Во-первых, альфа здесь удлинилась в это преобразование имперфекта. Во-вторых, так как глагол альфа слитный, то альфа съела эпсилон, и у нас просто осталось альфа. Так что это третье лицо, единственное число, которое, ну, с потенциальным окончанием эпсилон, но из-за слияния мы эпсилон не видим, видим только альфа. Так что Эгапа обозначает любил. Любил же Иисус Марфу. Ну, Марту, да. Ну, в визанкизке Т, читается как Ф, поэтому вот синодально Марфу, ну, или Марту, такое западное прочтение, Марту и сестру ее. Хотя слово Адалфе вы не изучали отдельно, вы изучали слово Адалфос, брат, но зная слово брат и видя женское окончание, мы можем легко догадаться, что это слово обозначает. У нас в русском языке, конечно, брат, сестра, сильно отличающиеся слова, а в греческом Адалфоса, Адалфе окончание отличающиеся, только окончанием отличаются, ну, и поэтому более редкое слово, но его легко запомнить. И сестру ее, и Лазаре. Любил же Иисус Марфу, и сестру ее, и Лазаре. А любил, ну, понятно, что любил в течение какого-то времени, и для того, что продолжалось какое-то время, естественно, использовать имперфект. Шестое. Кай эпирота аутон, ти онумасой, кай легей ауто, легион онумамой, хоть и полой эсма. имперфект эпирота, глагол эпиротау, здесь мы видим эпсилон удлинилось в эту, эп приставка, эрота, корень, эпсилон удлинилось в эту, видите, удлинение между приставкой и корнем, и это альфа-слитный глагол, поэтому мы видим альфу, которая съела эпсилон. Так что и он спрашивал его ти онумасой. Ну, если как-то, ну, ти вопросительное местоимение среднего рода, что, почему, ну, в данном случае, наверное, что, почему довольно плохо подходит для перевода и и, наверное, лучше воспользоваться чем-нибудь типа, да, какое имя твое. Онумасой, да, имя тебе, а, ну, наверное, да, как имя тебе, наверное, вот так можем перевести, если вы хотите сохранить здесь дательный падеж или какое имя твое. Дательный падеж в греческом языке иногда имеет оттенок принадлежности, это не очень частое его употребление, но с глаголом связкой, или вот, например, в таком устойчивом словосочетании, как чье-то имя дательный падеж может выражать принадлежность. Поэтому, как имя тебе или какое имя твое, так и так вы можете перевести этот вопрос, и он говорит ему легион имя мне, потому что нас много, ну, то есть, многочисленные и мы есть. Можно более литературно перевести нас много. Эперота в данном случае либо расспрашивал в течение какого-то времени, но, кажется, контекст это не подразумевает, либо, опять-таки, имперфект здесь как-то выводит повествование на передний план, делает его более драматичным. Кстати, обратите внимание, ответ дан в так называемом историческом настоящем. события же происходят в прошлом, поэтому и говорит ему, вот, когда прошлое описывается с помощью настоящим, то тоже повествование становится таким более ярким, более драматичным. Так что имперфект может потребляться для длительности, многократности и так далее, ну, либо вот для придания никого, драматичности описываемым событиям. поэтому он спросил, спрашивал, он спрашивал его, как имя тебе, и он говорит ему, религион имя мне, потому что нас много. Седьмой. Аутус гар эгеноскен ти эн эн то антропу. Эгеноскен геноск основа у данного глагола э приращение окончания э вообще у этого глагола корень гно и за пределами настоящего времени имперфекта будет все образовываться от корня гном, но в имперфекте точно такая же основа, как и в настоящем времени. Эгеноскен знал, ибо он знал, что было в человеке. Но эн уже давным-давно изученная форма прошедшего времени это имеет, ибо он знал, что было в человеке. Ну, понятно, что это вот знание у Иисуса оно было в течение какого-то времени, то есть он там постоянно знал, что было в человеке, поэтому имперфект. Восьмое. Эперотон аутон хоэ мацетай ауту тэн параболэн эпиротон эпиротал глагол мы уже с вами его встречали, вот здесь есть приращение после приставки, это альфа-слитный глагол, альфа, когда сливается с омикрон, дает омегу. Это форма третьего лица единственного числа, ну, первое-единственное, третьего лица множественного числа, прошу прощения, первое-единственное выглядит так же, но по контексту оно здесь не подходит, хоэ мацетай здесь подлежащее, поэтому вот третье множественное. Так что спрашивали его ученики его притчу, если мы сохраним падеж, но у глагола эротала и перотала достаточно типично в греческом языке использование так называемого двойного винительного падежа. видите, спрашивали кого его, спрашивали что в притчу. В русском двойной винительный падеж выглядит не очень естественно, это не типично для русского языка, и для более естественной речи обычно приходится один из винительных падежей трансформировать либо в другой падеж, либо в какое-то предложенное словосочетание. В данном случае оно достаточно естественно возникает, спрашивали его ученики его о притче. Возможно, имперфект подчеркивает, что это так вот ученики расспрашивать вдруг начали, то есть ни один из них спросил, а вот про притчу расскажи, а это такой интерес возник в их среде, вот это такая длительность или многократность подчеркивается имперфектом. Девятое. Кай мета таута перепатейху Иисус энте Галилая, угар этилен энте иудая перепатейн, хоти этзэдун аутонху иудаи апактейнай. и после этого множественное число после этих событий опять же мы используем единственное для обобщения и после этого ходил Иисус перепатей перепатэо глагол переприставка под т корень в данном случае переприращение видите перепатэо перепатэо эпсилон слитный глагол поэтому две эпсилон слились далее в дифтон кэй это третье лицо единственное число после этого ходил Иисус в Галилее ну и наверное по русски лучше сказать ходил Иисус по Галилее ибо не этого не хотел глагол тело но у него есть одна особенность исторически у него корень это ле и эпсилон которая когда-то была в корне привела к тому что при образовании имперфекта не добавляется эпсилон к этому глаголу а вот та историческая эпсилон длиняется в эту вот этот факт про глагол нужно запомнить чтобы вы формы имперфекта тело узнавали потому что не хотел по иудеи ходить потому что зе эдзетун глагол зе тело перерощение видите эпсилон и это эпсилон слитный глагол поэтому эпсилон основы и омикрон окончания следи седали ифтонг у а не хотел ой потому что я выхожу ифтонг его убить третье множество итак и после того ходил Иисус по Галилее ибо не хотел по иудее хотеть потому что искали его иудеи убить ну и вот это вот так как это длилось какое-то время то здесь имперфекты десятое хоймен он сумел тон тез эротон аутон легон тез кюрия эй энто хронутауте апокатисты неис тен басилеян то Исраэл вопрос в данном случае хой служит фактически под местоимением но это артикль в роли местоимения мы в уроке обсуждали в каком-то из уроков что артикль с частицей Д ХО Д и там потом что-то еще довольно часто имеет местоименное значение еще одна такая частица пореже конечно с ней такое она встречается и такое случается но тоже возможно так что они же ну там например и так или лучше он и так они сойдясь эротон спрашивали эротау глагол у нас и перотаут раньше был а теперь эротау ну тот же самый корень только без приставки вот она в начале предложила приращение эпсилона удлинилось альфа слитный глагол поэтому когда к альфе добавляется омикрон получается о и третье множественное и так они сойдясь спрашивали его говоря господи звательный поддерживаю кюре в это ли время эй может переводиться как если но так же может иметь и значение ли и особенно когда вот вводят косвенные вопросы в предложении то довольно часто имеет значение ли вот для попросительного предложения значение ли для эй очень типично поэтому во время ли это ты восстанавливаешь царство Израилю Израил слово несклоняемое но по артиклю мы понимаем что здесь дательный поддержку то есть Израиль для Израиля ты восстанавливаешь царство и так они сойдясь спрашивали его говоря господи во время ли это ты восстанавливаешь царство Израил Опять-таки, вот имперфект от глагола «спрашивать» может подчеркивать и значимость, конечно, вопроса для них, и то, что это вот, может быть, как бы вопрос с разных сторон звучавший. И просто спросили, а спрашивали. Как отклонение от аориста, и поэтому вот он всегда придает какую-то живость и динамичность речи. Одиннадцатое. Хотэху Иисус, энтаис, сунагугайстон юдаион, эдидаскен эпипантито сабато. Хой фарисайой, эпиротон, тине экзусе, экеинус тус, вогус лалэй. Когда Иисус, хотэ, обратите внимание, с хотэ не путайте, я не знаю почему, но многие студенты хотэ и хотэ путают, и там что, потому что, или что-то такое, вот в таких случаях ставят. Нет, это не хотэ, это хотэ. Когда Иисус в синагогах иудеев, иудейских, учил эдидаскен, имперфект, эдидаско, эпсилон и так далее, учил при всякой субботе, учил, ну, наверное, при всякой субботе, мы по-русски можем сказать, всякую субботу, фарисеи эпиротон спрашивали, опять же, вот оно, превращение удлинилось, которая после приставки, и альфа плюс омикрон дали о. Фарисеи спрашивали, какой властью те слова, видите, какой властью, ну, тине давайте пару слов, это вопросительное местоимение ТИС, но в дательном падеже. Поэтому, вот, мы и так инструментально переводим, какой властью те слова, лалей, лалео, эпсилон слитный глагол, две, да, здесь вот произошло слияние, и вот вы видите его результат, но, в общем-то, лалей так формы и осталось, третье, единственное, какой властью те слова он говорит, сочиненное предложение. Двенадцатое. Хой антропой, хой, эдидаскусин, тон, логон, тут, те, у, аутуи, эдидаскун, том, мэ, кэрусэйн, эн, полу, рону. Тоже сочиненное предложение, так, вопрос в конце. Люди, которые, их хой, относительно именно из-за имения, дедаскусин, ну, преподают Слово Божие, тон, логон, тут, и у, обучают Слово Божиим, или преподают Слово Божие, аутой, они, ну, и начинается вопрос, эдидаскун, то, обратите внимание на окончание он, то, это окончание среднестрадательного залога, недействительного, то есть, если здесь эти люди учат, в смысле, преподают Слово Божие, то здесь этих людей, эти люди обучаются, они обучались, да, в течение какого-то времени, не перфект, не проповедовать эн, полу, хрона, ну, в многое время, ну, наверное, много, там, много времени, ну, долгое время, наверное, лучше перевести таким образом, это еще вопрос, да, люди, которые преподают Слово Бога, они обучались не проповедовать долго? Сочиненное предложение, трудно всегда сказать в таких случаях, чего Маунс хотел на самом деле сказать, то ли вот длинные проповеди смущают, то ли еще что-то, ну, вот так, люди, которые преподают Слово Божие, они обучались не проповедовать долго? Ну, да, нет, не знаю. Тринадцатое. Ходэ ук этэлен, эйпен де, то гунайки, то курио ауту. Длинное предложение, давайте поцами. Ходэ, в таких конструкциях артикль обычно играет роль личного местоимения, так же, как и с Мэн, но с Дэ это чаще, он же не хотел. Тлэо глагол, мы уже с вами обсуждали, почему тут не эпсил на этом имперфекте, он же не хотел. Сказал же жене господина своего. И он же сказал жене господина своего. Хо куриусму у гинуске дьеме удэн энто ойко ауту, кай панта хосэстин аута эдээкэн эйстаээс хэйрасму. Господин мой не знает из-за меня ничего в доме, своем, ну, да, у нас, кажется, сносочка должна быть, не заботиться за меня, благодаря мне, ни о чем в доме, своем. И все, что есть у него, мы с вами говорили, что дательный падеж, вот, с глаголом связкой, ну, и у некоторых еще устойчивых конструкциях, может обозначать принадлежность, да, поэтому вот, хосэстин аута, ну, все, что есть у него, он дал в руку мою. ТОТЭПОС ПОЙ ЭСО ТО РЭМАТО ПОНЕРОН ТУТО. Тогда как я сделаю будущее время от глагола ПО, видите, сигма и эпсилон в это удлинилось перед сигмой, а РЭМА в данном контексте скорее не слово, дело злое это. Так что вот, это речь об Иосифе, которого, у которого жена Патифара пыталась склонить к связи, и вот он же не хотел, он же сказал жене господина своего, господин мой не заботится из-за меня ни о чем в доме своем, и все, что есть у него, он дал в руки мои, тогда как я сделаю дело злое это. Борис. Четырнадцатое. КАЙ ЭРОТА АУТОН ХО БЕСЛЕУС КРУФАЙОС ЭЙПЕЙН ЭЙХ ЭСТИН ЛОГОС ПАРА КУРИРО КАЙ ЭЙПЕН ЭСТИН И спрашивал его ЭРОТАУ, ну, АЛЬФА слитный глагол, поэтому здесь АЛЬФА, которую ЭПЕСИЛОН съела, Э удлинилось, и спрашивал его ЦАРЬ ТАЙНО СКАЗАТЬ, СКАЗАТЬ, ну, спрашивал, лучше спросил, наверное, спрашиваю, и просил его ЦАРЬ ТАЙНО СКАЗАТЬ, ЕСТЬ ЛИ СЛОВО ОТ ГОСПОДА, ОТ ГОСПОДА, ОПЯТЬ, ЕЙ, в данном случае, вот такой косвенный вопрос, и хорошо переводится, как, ЛИ, ЕСТЬ ЛИ СЛОВО ОТ ГОСПОДА, И, ОН СКАЗАЛ, ЕСТЬ, ПЯТНАДЦАТЬ, КАЙ АУТЭ, ИЛАЛЫЙ ЭНТО, КАРДИЕ АУТЭС, КАЙ ФУНЕ АУТЭС, УК ЭКУЭТО, И, ОНА, ГАВАРИЛА, ЛАЛЕО, Глагол, ЭПСИЛОН, добавилось как приращение, так как это ЭПСИЛОН, слитный глагол, то ЭПСИЛОН основы, и Э, далее дефтонг ЭЙ, при слиянии, И, ОНА ГОВАРЕЛА, ну, И СКОН ТЕКСТОМ, ПЕРЕВОДИОМ, ГОВАРЕЛА, ПОТОМУ ЧТО ОНА, в СЕРД susp co, И, ГОЛОС Ев, НЕ, ЭКУЭТО, АТОКУ, АЛЬФА УДЛИНИЛАЙСЬ ВЕТО, И здесь мы с вами видим окончание среднестрадательного залога. Так что действительный залог слышать, а страдательный залог слышаться. Она говорила в сердце своем, и голос ее не слышался. Но это продолжалось, помните, это речь идет об Анне, которую видел священник Илей. И так как это продолжалось в какое-то время, он даже подумал, помните, что она пьяная. Шестнадцатое. Ротон аутон, хойпери аутон сум, то есть додека тас проболас. Спрашивали. Альфа-слитный глагол, альфа плюс омикрон дало о. Здесь это вебсида, он длинилась, эротауда. Спрашивали его. И теперь смотрите, у нас артикль с предложенным словосочетанием. Первый шаг при переводе подобных конструкций, мы просто переводим артикль словом «который». Ну, в данном случае множественное число. «Которые вокруг него с двенадцатью». Ну, те, которые вокруг него. Ну, литературно, наверное, это можно было бы перевести как «окружающие». Хотя, и спрашивали те, которые вокруг него, если вы оставите. Ну, ничего, терпимый перевод. И спрашивали его те, которые вокруг него с двенадцатью. Ну, здесь можно опять же пить «притчи». И у нас опять ситуация двойного винительного падежа. Она уже чуть раньше у нас была. Только там притча, помните, была в единственном числе. И глагол «эперотау», здесь «эротау». Ну, очень похожая конструкция. И спрашивали его те, которые вокруг него с двенадцатью. «О притчах». Мы двойной винительный падеж трансформируем, чтобы как-то лучше соответствовало нормам русского языка, меняя второе винительное падеж на вот предложенное словосочетание. В данном случае с предлогом «о» очень естественно звучит. Семнадцатое. «Аветус хутус хо антропос хиостеу эн». «Истинно, этот человек сыном Бога был». Ну, сын Бога был, но в прошедшем времени, при глаголе-связке, в русском языке чаще ставится творительный падеж, чем именительный. Поэтому сын Бога был, ну, или сыном Бога был. Это слова сотника римского присутствовавшего при распятии. Ну, понятно, что сотник вряд ли знаком с богословием Троицы. И, может быть, даже и в иудейских-то реалиях не то, чтобы слишком хорошо разбирается. Поэтому для него вот сын Бога, ну, возможно, это что-то скорее из римской, ну, или римско-греческой мысли. Обратите внимание, хеостеу без артикля, то есть, это вот по качеству относился к сыну Божию, к сыновьям Божьим. Если бы речь шла о том, что о неком уникальном сыне Божьем, особенном сыне Божьем, что вот Иисус – это сын Божий, и сын Божий – это Иисус, то мы бы ожидали наличия здесь артикля. Ну, от сотника ожидать столь радикального утверждения было бы странно, поэтому он как-то вот обозначил это. Но, тем не менее, что-то такое сотник сказал по формальному смыслу, так вообще слова звучат замечательно. Истинно, этот человек сыном Божьим был. Восемнадцатое. Проболайс, пулайс, элалэй, аутоистон, логон, катос, эдуманто, аквейн, аквейн. Причами многими, дательный поддержки слух хорошо переводится в творительным, элалэй. Он говорил, э, приращение, две эпсилон слезет в дифтонг эй, он говорил им слово, как эдунанто, глагол дуномай. У него, так же, как у глагола тело, исторически в корне было эду, эдуна, но потом эпсилон выпало в настоящем времени, однако она повлияла на то, как образуется форма имперфекта. Имперфект как исторически образовывался от корня эдуна, у которой, где эпсилон, влинялась в эту, и даже хотя потом в настоящем времени выпало, вот имперфект, и такой вариант закрепился. Так что, как могли слушать? Девятнадцатое. АГБТОИ ОК ЭНТОЛЭ КАЙНЕН ГРАФО ХЮМИН АУ ЭНТОЛЭ ПАЛАЯН ГЭН ЭЙХЭТЕ АП АХЭС. Данное предложение, подзабыв, что оно в домашнем задании, я взял да и процитировал в уроке, так что, наверное, у вас не было проблем с его переводом, но все-таки. Возлюбленные, не заповедь новую я пишу вам, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. В данном случае у нас имперфект от ЭХО, и в лексическом минимуме мы обсуждали особенности образования этой формы. Был корень СЕХ, от этого корня имперфект, естественно, образуется как ЭСЕХОН, потом СИГМА между ЭПСИЛОМИ выпадает, и остается ЭХОН, потом две ЭПСИЛОМ сливаются в дифтонг ЭЙ, и получается ЭЙХОН. В данном случае просто я нависовал форму перво-единственного, но здесь второе множественное. Вы имели от начала. Это из первого Иоанна, и вообще, читая первого Иоанна, мы с вами замечаем, что он постоянно подчеркивает, что задача христиан не совратиться вслед нового учения, а и происков, там, уже учителей антихристов, а сохранить то этическое и догматическое учение, которое у них было с самого начала. Вообще, ну, есть много поводов предполагать, что первое послание Иоанна было написано уже в конце первого века, это времена завершения Нового Завета, и очень интересно отметить вот этот вот такой подчеркнутый консерватизм первого послания. Оно не предлагает что-то новое, а оно напоминает старое и призывает вот это вот старое сохранять. Поэтому в некотором роде оно так вот хороший итог подводит тому уже переданному новозаветному учению. Ну, это мы так чуть-чуть ушли в сторону, а так вот все равно вот это вот от начала и до сего дня, сколько там существует, вы видите, вот вы имели вот эту вот заповедь, не новую, но древнюю. Двадцатое. Ибо он учил учеников своих, э-дидасскен, превращение, э-дидасскен, то есть какое-то время продолжалось это учение, не просто разовое высказывание, он учил этому, ибо он учил учеников своих и говорил, тоже э-дидасскен, 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 им, что сын человеческий предается в руки людей, Ну, будет предан вам тут дан перевод, но, кажется, в рабочей детраде есть сносочка, поясняющая, что на самом деле это глагол настоящего времени, и настоящее время в греческом языке может подчеркивать уверенность в том, что предсказанное произойдет. Поэтому вот тут в будущем перевели, но можно, чтобы вот понятнее, о чем была речь, потому что вот Сын Человеческий предается, но Иисус за какое-то же время до распятия об этом говорит, так что все-таки Сын Человеческий будет предан, ну, как литературный перевод, в руки людей, и убьют его. Апоктэну син. Апоктэйно, глагол в настоящем времени, ктэйн, корень, апоприставка, ктэйн, корень, но йота добавляется при образовании настоящего времени. Вообще типичнейший способ образования основы настоящего времени это добавление йоты. Исторически это была так называемая согласная йота, которая где-то выпала, где-то изменила другие согласные, где-то просто как гласная вставилась. Поэтому апоктэйно, ну, апоктэн, усин. Это сонорный глагол, поэтому сигма здесь быть не может. В качестве образующего времени фактически используется эпсилон, который сливается с омикрон и дают дифтонку. Апоктэн, ну, син. Сонорное будущее время от апоктэйна. Итак, ибо он учил учеников своих и говорил им, что сын человеческий предается, или будет предан в руки людей и убьют его. Ну, вот мы с вами пробежались по домашнему заданию, посмотрели на разные имперфекты. Надеюсь, вам с имперфектами было не очень сложно, но если вот какие-то трудности с какими-то формами вдруг возникли, ну, тогда потратьте еще время на то, чтобы с этими формами разобраться и заучить. Ну, а в целом имперфект не самое сложное время в языческом языке, оно достаточно редкое. То есть, оно употребляется, например, реже, чем аорист, и вы его реже будете видеть. И, наверное, с этим связано трудности, потому что студенты редко видя аорио, имперфект, в какой-то момент иногда забывают, что имперфект вообще существует. Да, в этом уроке хорошо, у нас все предложения с имперфектами, но это просто учебная задача. А в реальном тексте имперфектов не так уж и много. Помните, имперфект довольно значимое время. В реальном повествовании большая часть форм это аористы. Ну, или где-то вот там настоящие времена, особенно историческое настоящее, имперфекты не так часто встречаются, поэтому вот чуть-чуть сложнее выработать привычку работы с имперфектами. Ну, и поэтому будьте внимательны, чтобы все-таки такая вот привычка, умение узнавать эти формы, увидеть превращение, там, и все остальное у вас было. Хорошо? Спасибо за внимание. Благословений! 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 Продолжение следует...